Вместе с легендарным взлётом этого космического корабля началась новая эпоха. 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире отправился в космос и облетел вокруг родной планеты Земля. Полёт длился 108 минут. Стартовал космический корабль «Восток-1» с космодрома Байконур. Ежегодно в День космонавтики во всём мире проходят памятные и просветительские акции. Участвуют в них и владимирцы. Бесценные воспоминания о первом космическом полёте сохранили ветераны космодрома Байконур, когда-то переехавшие жить во Владимир. В их числе Анатолий Корешков. Он был знаком с великим конструктором Сергеем Королёвым. Участвовал в запуске первого спутника Земли. По одном из интервью нашему каналу он поделился трогательным воспоминанием об утре перед полётом Гагарина. Когда построение было перепуском, перепосадка в корабль, наши товарищи, офицеры, собрали тюльпаны. Это первые самые тюльпаны в степени. Ему подарили дорогу. Самое дорогое для него было, я думаю. Кстати, о тех, кто внёс вклад в освоение космоса, а потом много лет жил и живёт во Владимире, написаны книги. Одна из них называется «Призвание Байконур». Автор – председатель Владимирского совета ветеранов Байконура Михаил Яшуков. Четверть века он прослужил на легендарном космодроме. Создал семью, а теперь объединяет всех байконуровцев, приехавших жить во Владимир. Когда-то мальчиком, вспоминает Михаил Яшуков, даже и подумать не мог, что свяжет судьбу с космосом. 12 апреля 1961 года новость о полёте Юрия Гагарина встретил в Амурской области. В сельской местности был репродуктор большой, и было сообщение, что всё. А репродуктор был на столбе в ульной школе. Мы все услышали, выбежали, кричали. Космотром Байконур, день космонавти для меня, всё. Я там женился, свадьбу играл в эстраде центрального. Мы с женой там работали. У нас там родились двое сыновей. В книгах ветераны интересны истории, документы, редкие фотографии и рассказы о наших земляках, которые стояли у истоков космической эры.